Здравствуйте! 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 Вика Радьёва. Сегодня я бы хотела рассказать вам о книге, которая, безусловно, принимает одно из ведущих мест в отечественной литературе в теме войны. Эта книга — это произведение, и имя писателя, сотворившего его, никогда не умрёт. Я считаю, что оно останется в памяти тех людей, которые прочитали его с глубиной души и вложив туда своё сердце. Я говорю о повести Василия Быкова «Сотников». Ну, думаю, не стоит воспроизводить сюжет этой книги, потому что всем она нам известна. Я думаю, что каждый присутствующий здесь сегодня её читал. Важно сказать, что она затрагивает вот такие проблемы, которые будут жить вечно, а не всегда будут актуальны. Это проблемы героизма и предательства, проблема цены подвига и позорного финала нравственного компромисса. Чем впечатлила меня эта книга, чем она меня зацепила, так это, безусловно, главным героем этого произведения. Потому что его образ чистый. Его образ сам по себе является очень чистым. Он поражает нас своим мужеством, своей твагой и глубиной, с которой раскрываются движущие силы его души. Этот человек настолько убеждён в справедливости той войны, которую ведёт народ, который его воспитал, скормил. И именно эта убеждённость, она не позволяет ему упасть в нравственном выборе, а наоборот помогает ему не сломиться перед врагом, помогает ему проявить бессмертное мужество и не знающий цены героизм. Чему научила меня эта книга, сложно сказать однозначно, потому что она многому учит. Она учит нас выстаивать в сложных ситуациях, быть сильным. Самое главное, она учит нас не осуждать людей, потому что сотников не осудил рыбака, который всё-таки предал. Так и я теперь не стала никого осуждать. Важно оставаться человеком с большой буквы в самых нечеловеческих условиях. И эта книга, она действительно нас учит этому. Вообще, я считаю, что все книги о войне, они являются памятниками о погибших. И мы должны их читать. Мы должны их читать, чтобы помнить о тех, кого сейчас нет рядом с нами. Мы должны читать ради того, чтобы не забывать и уважать о тех ветеранах, которые остались у нас и которых можно сейчас перечесть по пальцам. У меня всё. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ